Всем привет, меня зовут Полина. В одном из прошлых видео я рассказывала о том, что существует очень много способов делать выкройки для ваших костюмов. Так вот, мой самый-самый любимый метод это крой на манекене. На самом деле он очень-очень простой, но в нем просто надо немножко разобраться. И я хотела бы показать сегодня то, как подготовить манекен для того, чтобы на нем можно было что-то кроить, как его разметить и рассказать о том, зачем он вообще нужен для того, чтобы, возможно, заинтересовать вас и вы бы купили такой манекен себе. Сначала я хотела бы вам рассказать про свой манекен. Он очень простенький, наверное, это самая дешевая модель, но для моего хобби мне ее вполне достаточно. Так вот, он просто пластиковый и обтянут сверху трикотажной тканью. То есть идея в том, что на манекен накладывается какая-то другая ткань для того, чтобы делать макет. И эта ткань закрепляется булавочками или иголочками, то есть что у вас есть. И есть манекены, которые целиком мягкие. Чем они отличаются от пластикового манекена? Тем, что в мягкий манекен вы можете прямо насквозь втыкать булавочки. Это очень удобно, но можно ли обойтись без этого? Да, вполне можно. То есть на мой манекен я могу всего лишь закреплять эти булавочки на саму ткань, а на мягкие я могу их просто втыкать насквозь. Это удобнее гораздо, но в принципе я пока могу обойтись своим манекеном. Он меня вполне устраивает. Самое главное, чтобы этот манекен, неважно насколько он у вас дорогой, дешевый, это не имеет значения. Главное, чтобы он как можно лучше подходил к вашей фигуре. Давайте разберемся, какой манекен лучше выбрать вам. Итак, если у вас большая разница между размером груди и размером бедер, то вам лучше всего подойдет раздвижной манекен. Он позволяет, в отличие от моего, который фактически только 42-44, и для других каких-то размеров лучше его не использовать, то манекен раздвижной, там можно регулировать талию, бедра, грудь. То есть это очень удобно, особенно если нестандартная фигура. Бывают ситуации, когда вас не спасет даже раздвижной манекен. Когда? Когда, например, у вас перегибистая спина. То есть это не хорошо и не плохо, это просто особенность такая фигуры. Так вот, таким людям лучше всего, чтобы хорошо вещь сидела, делать манекен по собственной фигуре. Если вы будете делать все-таки манекен под себя, то на вас будет вещь, которую вы таким образом сделаете, сидеть гораздо-гораздо лучше. Поэтому подумайте о том, чтобы сделать манекен самостоятельно. Как это делать, я не буду рассказывать, потому что на ютубе очень много таких видео. Их прям полным-полно, там куча способов. Поэтому посмотрите, возможно, вы сделаете манекен себе сами. Для того, чтобы с манекеном было удобнее работать, нанесем на него разметку. Вместо линейки я буду использовать обычную резинку. Начнем с линии талии. Я размещаю резинку в самом узком месте и обвожу мелом. Линия талии обычно не параллельна полу. Для стандартной фигуры спереди она немного ниже, чем на спинке. Чтобы лучше ее увидеть, посмотрите на манекен сбоку. Теперь отмечу высокие точки груди. Линия груди проходит через них и параллельно полу. Линия бедер тоже параллельна полу и проходит через самые выступающие точки ягодиц. Обычно расстояние от линии талии до линии бедер 18-22 см примерно. Перед тем, как нарисовать эту линию, я убеждаю, что она параллельна полу или столу. Чтобы отметить середину переда, я использую такую хитрость. Я оттягиваю резинку вниз между грудей. Отметить середину маленького отрезка гораздо легче, чем всего манекена. Можно использовать отвес для точности, но все равно все свои наметки я перепроверяю. Для разметки я взяла яркую тесьму шириной 0,7 см. Иногда размечают резинкой, но она со временем растягивается, имейте ввиду. Надеюсь, что моя тесьма продержится подольше. Пока что я прикалываю ее булавками так, чтобы она была хорошо натянута. Обратите внимание, чтобы тесьма не тянулась, не деформировалась. Для того, чтобы отметить середину спины, я использую ее вверх. Я отложила от середины переда половину обхвата талии, бедер и груди по соответствующим линиям. Субтитры создавал DimaTorzok Затем я закрепила тесьму по линии бедер и линии талии. Субтитры создавал DimaTorzok Вырез горловины я отметила так, чтобы он совпал с моим обхватом шеи. Теперь отметим линию бока. Я измеряю обхват груди, делю его на 4 и прибавляю 1 см. Это расстояние я отмечаю от линии середины переда. Точно так же я делаю на линии талии и линии бедер. Через эти точки как раз и пройдет линия бока. У меня совсем простой манекен, так что швы на нем нельзя использовать как ориентир. Лучше все померить и посчитать. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь обхват шеи также делим на 4 и прибавляем 1 см. Отложим от середины переда это расстояние. И это будет начало линии плеча. Теперь я буду отмечать линию проймы. Найдем где заканчивается плечевой шов. Для этого я измеряю расстояние от линии талии до линии талии. Через плечо и делю пополам. И потом прибавляю 1 см. Это расстояние я откладываю от линии талии по плечу. Сейчас я получила конечную точку плечевого шва. Я соединяю обе точки тесьмой. У меня получилась линия плеча. Так называемая линия принцесс для обтягивающих костюмов проходит через середину плечевого шва. Спереди она проходит через центр груди. А дальше плавно следует до линии бедер. После линии бедер она идет строго вертикально. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... отметим уровень лопаток то есть самое широкое место верхней части спины для этого я измеряю расстояние от горловины до талии по спине и делю на 4 полученный результат я откладываю от линии горловины и горизонтально провожу уровень лопаток для того чтобы отметить линию ширины груди нужно посередине переда измерить расстояние от линии горловины до линии груди и поделить на 3 это значение отложить от линии горловины и горизонтально провести линию ширины груди теперь можно пришить ленту к манекену иногда линии разметки бывает чуть больше иногда чуть меньше это зависит того как кому удобно мне вполне достаточно этих линий я решила пришить ленту с двух сторон чтоб она не заворачивалась тут можно сильно не стараться но вообще лично я люблю когда манекен красивый поэтому подобрала ниточки в тон ну и как-то старалась пришивать более-менее аккуратно так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Я надеюсь, это видео было для вас интересным, полезным и вы захотите себе купить манекен. Я честно советую, это очень-очень полезная покупка, прямо номер два после швейной машинки. И в дальнейшем я буду разбирать костюмы конкретных персонажей, как они выкроены. У меня новая рубрика на канале, так что не пропустите новые видео. Увидимся, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok